МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомель, в студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Открытие Нового года. Компания «Беларусь-Нафта» поведомила об трех новых залежах в углеводородах. Усе показчики в норме. На Гомель-Шпалерах выпробовывают новую очищальную систему. Дом для великой семьи. У Мазыры отцветковала новоселье семья с пятью приемными детьми. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Новый год открывает новые перспективы. Компания «Беларусь-Нафта» поведомила об трех новых залежах нафты в Беларуси. Говорка идет про гарцевское родовище Прыпецкого про ГИНУ. Докладнее его поудневый блок. Нафтоносность была доказана как предметами керна, поднятого со сведровин, так и интерпретация ее физических материалов. Подробностей в сюжете Марины Джалой. Долгочакан и выник, який оправдал все намагания и сподевания. Приток нафты дебетом свыше 100 тонн за сутки. Юн отриманный на Гарцевском родовище на глубине 4073 метра. Зараз на сведровинах завершается цикл будовництва. А у Красавяка объекты плануют увести о эксплуатацию, выконать оценку ресурсной базы и поставить сведровины на баланс предприемства. На Гарцевском родовище, дякуючи открытию новых объектов, будет отриманный прирост запаса у нафты, прикладный на 800 тысяч тонн. Для нашего региона высокий показчик. За последние годы, 19-20 годы, у нас по геологическим работам, это рекордные годы за последние 25-30 лет. Мы вышли на максимальные полевые сейсмические работы по площади 3D в объеме не менее 380 квадратных километров. И что самое главное, мы в этом году выходим на максимальный метраж поисково-разведочного бурения, который составит 35 тысяч погонных метров. Для журналистов специалисты подрихтовали узоры нафты и керна. Порода, сдобытая с глубины свыше 4 тысяч метров. У нее наглядно башенная нафта в выгляде черных кроплев. Это своего рода губка, которая по своим характеристикам, ну, с точки зрения нефтяника, геолога, имеет очень хорошие характеристики. Гористость, проницаемость, которая позволяет именно осуществлять промышленный приток нефти. Это классический коллектор, который имеет хорошие очень характеристики. Для бурения сведоровин выкористовывали новые технологии. Гета связана у тем лику со складанными умовами нафтозабыча на этой территории. Видите, погода, конечно, сейчас у нас очень, скажем так, неблагоприятная. Боровики работают в любую погоду, снег, мороз, холод. Открытие новых залежей у миновиты на Макановицка, Великоборским участку, куда выходит Гарцевское родовище, вельми перспективное для предприемства «Беларусьнафта». На протягу этого и наступного года тут плануют пробурить еще семь пошуково-разведывальных сведоровин. Задача на будущее – найти новые коллекторы, которые забезпечивают промышленную здобучу нафты. У сего в Беларуси существует 61 девящее родовище нафты. Эксплуатуются 843 сведоровины. В конце сентября месяца мы осуществили новый проект газочной установки. Этот проект прошел экологическую экспертизу, получил положительное заключение. И в конце декабря был приобретен комплект оборудования по очистке наших газов, отводимых от обоих печатных машин. Начиная с 20 декабря мы приступили к узконаладочным работам данного оборудования. Зараз система працует на половую творчей могутности. 12 годин в день – с 8 ранницы до 8 вечера. Пуск наладочной работы показали добрый выник – пах и дым отсутничают. Лаборатории двойцы на день проводятся отповедные замеры по шуму и выкидах. Перевышение удопушальных нормов не выявлено. При этом для Гомель-Шпалера установлены новые показчики утромания шкодных речево у выкидах. И они больше жесткие. Если замеры экологов и далее будут становшими, никаких перешкодов для обновления вытворчасти не застанется. Но контроль природоохонных службов над предприемством протягнется в любом случае. В прошлом году на Гомель-Шпалере не выполнены все показчики, предуглеженные державной программой «Культура Беларуси». Пришим по широку позиций в область оказался сярод лидеров. Такая информация была огучена подчас выездного посяжения депутатов областного совета. Ситуация в Голине ознайомились наши корреспонденты. Минулого года появляется количество наведывальников музеев и мероприемств, которые проводят установы культуры. Одинная проблемная позиция связана с наведыванием публичных библиотек. Тут так само отзнащается рост, но меньше запланованного. Такая ситуация подстава сделать выводы и принять меры. Библиотеки будут работать над информатизацией, над переводом своего фонда в цифровой вариант, над привлечением, скажем так, и над разработкой новых систем работы с клиентом, над тем, чтобы быть ближе к клиенту уже непосредственно, по принципу, не человек идет к библиотеку, а библиотека к человеку. То есть, в принципе, есть технологии, которые в мире сегодня развиваются. С проблемой наведывания установы Голины сотукнулись и в Будокошелевской киновидосецы. Некоторые стушки, саправды, корыстаются опытом, але по великим рахунку их не верьми шмат. Але и при этом таки покажек, як пророст доходов от послуг, які предоставляются киновидовишной организации, пера выконали больше, як удвоя. И торговля, и общепит, и дискотеки наши, киновидические скотеки, и кино – это все вместе. Это все наши услуги, которые мы предоставляем сегодня нашим предприятиям. Это вся цифра озвучена с этими видами услуг. Захование историко-культурной спадщины – еще одна позиция, продугледженная зажавной программой «Культура Беларуси». Одночасово с выражением глобальных задач в Будокошелевском районе намаганины кировали на сбор речей, якими корыстались мясовые жахары. Крыху больше, как за год, собрали свыше трех тысяч экспонатов. И мают намер эту работу протягнуть. И благодаря нашим жителям наши фонды ежегодно пополняются. В 2019 году наши фонды пополнились на 246 единиц. И вот сегодня они составляют уже более трех тысяч. И, к слову, будет сказано, что также у нас была объявлена новогодняя акция на Риде Ёлку. И наше население откликнулись и стали приносить игрушки советского периода, ёлки советского периода. Рост колькости непрофессийных коллективов со званиями «Народный» и «Узорный» так само покажет зажаванная программа «Культура Беларуси». И по этой позиции Гомельщина – ся род лидеров. Иншая справа, что этот потенциал можно выкаристовывать больше эффективно у тем лику для развития туристичной инфраструктуры. У первую шаргу размова об сопротивлении установки культуры с теми ж агрессиадзибами и санаториями дед пришивают туристы. Увоголе таки вопыт есть. Наши три коллектива «Дома культуры» имеют звание «Народный», которые достойно и представляют наш район и область на разных мероприятиях. А также, если нужно, наши коллективы представляют такой вид деятельности, как выступление в агроусадьбах. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Ильян Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошелевский район. Пытания правового регулирования администрации на отказности обмерковали подчас круглого стола на юридичном факультете ГДУ имя Франциска Скарыны. У им приняли удел эксперты, депутаты, сопрацовники прокуратуры и выкладчики ВНУ. Актуальность темы обумовлена будущей реформой кодекса об администрационных правопорушениях, якая пройдя селета по дорушению президента Беларуси. Гэта Галина права была и застаётся самой динамичной, и что год корректуется. За 12 годов кодекс была унесена больше за полторы тысячи изменений. Например, заявление смартфонов с фото и видео с дымкой значно поширила доказную базу и повеличила колькость новых справ. Будучая реформа накерована на либерализацию администрационного законодавства, особливый упор зробясь на попережальную функцию закона. Как вы знаете, ещё в конце прошлого года ГУА государство высказал пожелание о том, чтобы усовершенствовать административное законодательство. Сейчас данная работа активно ведётся по всем направлениям, в том числе и в парламенте. Вот сегодняшние предложения, которые будут выработаны, они будут доведены до постоянных комиссий, и конечный итог это дойдёт в комиссию по законодательству, где будут внесены для дальнейшей проработки возможных усовершенствий административного законодательства. Сярод пропонул, спрашивание процедуры и терминов обскажения постанова, так само поменьшение суммы штрафу про его погашение в короткий термин. Кроме того, эксперты пропонуют выдалять порушальников загульной базы, когда они повторно не работали супразаконных денег больше за год. Новая редакция кодекса должна быть готова до 1 мая, после чего я её разледить президент. А в ближайшие два тыдня улады чекаются от граждан пропонул и обещают их уважливо пропрацовать. Новый год в новом доме проведет великая семья мазыранки Галины Филиповой. Приёмная мать разом с мужем выховывают пятерых детей и зараз означают новоселье в великим просторным двухповерховым доме с восьми покоями. Со святом их повиншовали гоноровые гости. Под обязанностей в наступном материале. Свой любимый куток в новом доме зараз есть у каждого выхованца дружной семьи. Старый сын, 15-годовый Павел, выбрал покой на другом поверсе. Дом большой, тут очень красиво. Тут всё как-то по-современному. Ну, очень такая атмосфера прям. Другий по лику Мазырский семейный дом разместился в микрорайоне Чигуночный, недалёко от школы номер два. Узводили его за кошт сродков республиканского и областного бюджетов. Будовники справились у самый короткий термин. От заливания подмурка до момента, когда господине передали символичный ключ, прошло усяго три месяцы. Дом мансардный. Общая площадь дома 196 квадратных метров. Рассчитан на 10 детей-сирот. То есть семья в составе 10 детей. Отопление тут индивидуальное, газовое. Нормативные сроки получилось сложиться благодаря стабильному финансированию и правильной организации производства работы. Урочистые открытия дома семейного типа прошло в рамках республиканского доброчинного марафона «Наши дети». И вядомы не обойшлося без гоноровых гостей. Кировничество района, депутаты и педагоги приехали с подарунками. Самый значный – сертификат на 2000 рублей. Молодших членов дружной семьи порадовали шматлики отцацкие, наборы пресмаков и продукции мазырских вытворцев. Али самым головным подарунком у житих это и дети называют своего анюла-аховника – приемную маму. Это сказка, действительно, в новогодний праздник. Это сказочный дом, дом настолько предусмотрен для детей. Здесь все организовано, здесь все предусмотрено. И тепло, и комфорт, и уют осталось только уделить внимание детям и согреть их сердечки своей любовью. А этого у нас достаточно. Три дочки и два сына. Вот саправдная богатая Галина и Валерия. Батьки-выховальники говорят, в новом доме место хопят еще пятерым. Как срешты и в их велизарных сердцах. Ганна Корольчук при поддержке телеканала «Мазыр». Марафон доброшенных акций и теплых сустреж протягивается. В Гомельском лядовом палаце прошло святошное мероприемство с урушением подарунков выхованцам детишей юноцкой спортивной школы. Установы наведываются мальча 300 человек. Почалося свято с творчего номера. Команда синхронного катания с дюшар номер один выканала танец на лёдзе. После на арену вышли головные виновники у расшистостей. Спортивных поспехов и близкучих перемог им пожадали керовники лядового палаца и дюшар номер один. Простовники гомельского гарвы конкама и спонсоры хоккейного клуба «Гомель». Юным хоккейстам урушили корыстные подарунки. Клюшки, шайбы, коньки, комплекты формы. Не обышлось и без солодких сувениров. Подарунок отримала и школа. Сертификат на 136 тысяч белорусских рублев. В этой сродке накируют на модернизацию, инвентар и организацию с поборниц ТВУ. Очень радует, когда клуб может себе позволить сделать такой подарок своим воспитанникам. Такие подарки мотивируют побеждать. Нам подарили клюшки. Безусловно, они в хорошем состоянии. Я забью много шайб благодаря этим клюшкам. Так же, как мои товарищи. Клюшка – это неотъемлемый элемент хоккея. Она ломается буквально раз в две недели. Если человек постоянно играет, то клюшка не постоянно вообще ни разу. То, что на сегодняшний день делается для развития хоккея в Гомеле, вся эта работа шла по направлению только вперед. Мы будем делять внимание и оснащать отделение. Тем самым покроем максимальную потребность по инвентарю и обеспеченности отделения хоккея шайбой. В Гомеле ушановили спортсмены у областного отделения Белорусской федерации дзюдо. В аурочистой церемонии проняли удел коля 150 человек. Дзюдо – сегодня один из основных видов спорта в регионе. Особливо популярный сярод молоди. Дарыш новое поколение – вельми перспективное и дозволяю различовать нагучные поспехи в будущем. До приклада, Ягор Трухан – мощнейший в своей взрослой категории спортсмен Белоруссии. Минулый год для его выдався удалым. На рахунку три медали – две золотые, одна бронзовая узнагороды Кубка Европы, а так само неодноразовые перемоги на республиканских споборництвах. Поднялись также на ступень 10-ю строчку мирового рейтинга среди дзюдоистов от 1999 года до 2000. В регионе на молодь робят серьезную сталку. Когда говорить про самые статусные узнагороды, то с Олимпиадой в Токии на день не связываются. А вот раз в четыре года уповненный выник будет. Мы можем сказать, что еще буквально на пару-тройку лет мы были в небольшом застое, то на сегодняшний день спортивный резерв, именно юноши, они показывают достойный результат. И практически все возраста у нас поднимаются на ступеньки пьедестала на республиканских соревнованиях. На сцену по часу загорожения взнимаются спортсмены, а так само их тренеры. Кожный отримливает свою узнагороду за унесенный уклад в развитие дзюдо Гомельской области. Ситуация на дорогах Гомельской области застается напруженной. Да и проводится профилактическое мероприемство «Пераход без небезпеки». За минулый год по опрошению непродоставления пешеходам права на перевагу в руху отбылось 108 ДТЗ. Пять человек у них загинули, 110 отримали травмы разной ступени тяжкости. С початку 2020-го таких наездов уже от шатыры и двое загинулших пешеходов. Стольки ж с травмами трапили в больницу. На территории Гомельской области проводится профилактическое мероприятие «Переход безопасности», в котором задействованы будут все сотрудники милиции общественной безопасности. Цель акции – напомнить водителям о том, что на пешеходном переходе преимущество имеет пешеход. Профориентация. Проставники силовых ВНУ Беларуси сострелись с гомельскими школьниками. Мероприемство отбылось во управлении внутренних справ Абл-Ваканкама. Проставники Академии и Могилевского института Министерства внутренних справ рассказали будущим абитуриентам про особливости научения УВНУ. Видеофильмы расповели про внутренний распорадок высшейших научальных установ и особливости учебной программы, а так само про специфику милицейской профессии. Выездные дни от этих дверей проводятся у нас уже не первый раз и не первый год. При осуществлении данных мероприятий основной целью является мотивация молодых людей для поступления в учреждение образования Министерства внутренних дел и в дальнейшем поступление в данное учреждение и поступление на службу в орган внутренних дел Республики Беларусь. 25-го студеня вызначатся имены девчон, которые представят Гомельскую область в финале национального конкурса про ГАЖОСТИ МИЦ Беларусь-2020. Региональный кастинг пройдет в областном громадско-культурном центре. До дела у им журы вызначило 115 претенденток по выниках попередних отборов во всех районах в области. По требованию до удельниц, с роста от 18 до 24-го года гражданство Беларуси добрые внешние дадены и рост не ниже за 174 сантиметры. А кроме того, и они никогда не были в шлюбе и не мают с дятей. Журы так само оценивало интеллект и внутренний свет претендента. Капа брать с тех, кто гармонично излучает духовность, розум и прыгожость. После областного отбора финалистки отправятся на подрыхтовку у Минск. Нагадаем, что финал конкурса «Мисс Беларусь-2020» запланованы на май. У Гомельской областной библиотеки имя Ленина прошла презентация новой книги Галины Родивоновой «Поэтессы и прозаика. Выканавцы авторских песен». Литературное выдание называется «Ничто не выпадково» и является пятым по лику письменницкой деятельности автора. Книга, представляя собой сборник прозаичных оповеданий, раскрываются в остросоциальные темы ставления громадства до людей и помеж людьми. Галина Родивонова подшинала свою письменницкую деятельность поэтии. Сборники и верши упраздновались лепшими у многих литературных конкурсах. Вот кусочек солнца, который получила диплом за солнечное творчество на германском конкурсе «Лучшая книга года». Но как-то именно в поэтических строках я не могла как бы развернуться, показать больше. Поэтому перешла к рассказу. И стали получаться. Конечно, мне помогали коллеги, потому что я сама не литератор, не филолог, а технар. И всю жизнь он работал на производстве, на наших заводах. Те, кому же удавалось прочитать книгу, ничто не выпадково, а характеризовали ее как сборник «Житевой правды». Выдание можно снасти в книжных магазинах, а так само на полициях Гомельской областной библиотекции имя Ленина. Это и другие новинки вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.tv.gomel.by. На этом выпуске завершенный. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова